Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Да, еще раз добрый день. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Ну, конечно, он не очень добрый, как мы знаем, в Украине. Вот уже две недели. У нас на прямой связи, как мы уже анонсировали, мэр города Николаева Александр Сенкевич. Александр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот Николаев действительно стал, я думаю, в Латвии. И мы тоже здесь внимательно следим. Так вот исторически связывалось у нас прямо напротив радиостанции Дом Конгрессов, где центр приема украинских беженцев. Поэтому все очень, как бы, даже так можно эмоционально близко. Какая обстановка сейчас вот в Николаеве? Несколько дней тому назад мы знаем, что было очень горячо. Сегодня ночью нас никто не бомбил, слава богу. И ночь прошла достаточно тихо. Сегодня даже на улице города курсирует электротранск. То есть трамваи, троллейбусы, которые подвозят людей для того, чтобы они могли скупиться. Последние три дня действительно было очень горячо. Нас бомбили. Причем бомбили как из дальнобойных орудий, то есть со стороны Херсона, кассетными снарядами, так и артиллерии, подходы к городу, где находятся блокпосты и фактически украинские районы охраны города. Российские войска обступают нас со стороны Херсона и со стороны Кропивницкого, бывшего Кировограда. Фактически, если говорить о том, они держатся на расстоянии 30-50 километров, подъезжают, обстреливают и отъезжают назад для того, чтобы не получить отпора. Они уже не перемещаются группами, они растягиваются в цепочке, и нашей артиллерии трудно сейчас их бомбить большим количеством снарядов. Но при этом они бомбят нас, опять же, мирные дома, и фактически за последние пять дней было разрушено полностью или частично 174 дома. То есть фактически возникают проблемы, куда людей расселять, я так понимаю, вообще в этой ситуации? Сегодня эвакуация проходит в сторону Одессы. Одесское направление – это единственное направление, которое сегодня у Николаева есть, не перекрыто оккупантами. Но фактически сегодня мы по этому направлению получаем продукты питания и, собственно, эвакуируем людей. Это наш такой зеленый коридор. Есть понимание, для чего это вообще делается, почему нужен Николаев вообще? Вы знаете, вчера я посмотрел страшнейшие кадры с Мариуполя. Сегодня Мариуполь находится в Кольце. Там просто беда, то есть нет воды, нет еды. Людей бомбят каждый день и каждую ночь. Людей уже хоронят просто мирных, обычных, цивильных людей. Их хоронят уже не то чтобы в траншеях, которые ритуальная служба, а уже даже в дворах многоэтажных домов, просто потому что их некуда везти. Это напоминает мне кадры Второй мировой войны, когда фашисты просто утюжили города, уничтожая их под ноль. Сегодня мы видим, что российский фашизм, как бы это ни звучало, сегодня обретает уже не просто звуковой смысл, но уже полноценно понятие фашизма. И это уже просто геноцид украинского народа со стороны Российской Федерации. Они уже не воюют, как они утверждали, с военными объектами, они просто уничтожают украинские города с лица земли. Поэтому можно сказать, что этот российский шовинизм, у него основная задача просто захватить территорию Украины. И это, знаете, кроличья нора. Чем глубже они заходят, тем труднее им выбраться. Хотя, несмотря на то, что их бойцы демотивированы, а наши очень мотивированы и уничтожают врага, а враг разбегается в стороны, они все равно продолжают слать сюда это мясо в виде своих солдатов, в том числе и срочников. То есть пока тяжело даже предположить, когда это может закончиться? Мне кажется, это может закончиться исключительно после смерти Путина. или когда внутреннее его окружение просто снесет его опыт, понимая о том, что это тупиковая ветвь развития, нападения на Украину, да и вообще развязывание подобной войны. Если бы кому-то в Европе, в том числе в Латвии, где, как вы знаете, очень много русскоязычных, кому-то бы сказали, что это вообще все произойдет, но они бы сказали, что вы сошли с ума, это не может быть. А вы вообще чувствовали, все-таки в Украине все время ситуация там нагнеталась, вы чувствовали, что такое может быть? Или вы тоже никогда бы в это не поверили? Потому что еще и президент Зеленский за несколько дней до этой атаки или вторжения сказал, ну, маловероятно. Вы знаете, даже у людей, которые смертельно больны раком, у них, и когда им говорят о том, что вам осталось там жить полгода, у них все равно есть желание излечиться и жить дальше, и не ищут лекарства и так далее. Поверить в то, что в 21 веке, во времена цивилизации Теслы, Старлинка, Гиперлупа и прочих вещей, какая-то страна начнет войну против другой полномасштабную со снарядами и массовым убийством мирных жителей, не хотелось верить. Но после того, как 24 февраля к нам в Николаев прилетели первые бомбы, мне кажется, все немножко как вот эта пелена неверения, или как это, пелена какого-то, ну, того, что будет все хорошо, она слетела моментально, и люди поняли, что началась война. Причем без объявления войны, как обычно, как Гитлер поступал в 1939 году, точно так же, собственно, и Путин в лучших традициях своего, наверное, кумира решил делать, произвести такие действия. Да, мы знаем, что, ну, НАТО по понятным причинам не может вмешиваться, решило не вмешиваться в этот конфликт и закрывать небо, но оказывает различную помощь, по крайней мере, нам все время об этом сообщают. Доходит ли для вас помощь, не знаю, вооружение, муниции, гуманитарная помощь, лекарства? Я скажу так, смотрите, как вот, первенно говоря, нам не хватает, то есть практически у нас очень мало оружия тяжелого, типа там, джавелинов, энлавов, и такого оружия у нас практически нету. Стингеров для того, чтобы отбивать воздушные атаки, вертолетные и самолетные, и вот тяжелого такого вооружения его нам не хватает. То есть я думаю, что это была бы самая лучшая помощь. То, что Европа закроет небо над Украиной, я не верю, но украинцы способны сами это сделать, если у нас будет достаточно необходимого нам оружия. И то, что Путин остановится на Украине, я тоже не верю. Я думаю, что у него далеко идущие планы. Он заядлый сталинист, он решил стать забирателем земель русских, поэтому его должны остановить украинцы, и для этого Европа должна понимать, что это не какая-то проблема в Украине, это проблема западной цивилизации. И сегодня то, что мы видим, что российские солдаты грабят украинские села, убивают мирных жителей, это еще одно доказательство того, что у них нет задачи кого-то там демилитаризировать или спасать русскоязычных. Я родился в Николаеве, всю жизнь прожил здесь, и со всеми друзьями своими в повседневной жизни использую русский язык. Мне никто не запрещает разговаривать на русском языке. Я даже думаю, что многие русскоязычные люди знают и пишут на русском языке хуже, чем я из Украины, и говорить по-русски тоже могут хуже, чем многие украинцы. Нас не надо здесь защищать. То есть этот глупый повод, который использовали в судетах фашисты, он просто, знаете, как это называется, заготовочка была использована в Украине. Но самое поразительное и самое страшное, что смотря российских блогеров и так далее, они этого не осознают. То есть в России настолько люди с промытыми мозгами, что весь мир ополчился против России, а россияне все думают, что они идут кого-то тут здесь спасать. Они говорят, что нужно провести как-то деноцификацию. Да, деноцификацию. Ну просто, понимаете, мы ментально совершенно другие люди. Украинцы – это люди, которые боролись в 2014 году в одной из революций за демократию. Это люди, которые боролись еще в 2004 году с вот этим вот российским шовинизмом. И сегодня мы уже никогда не сможем стать братьями с русскими. Особенно после вот этих вот кадров, где людей просто в траншеи, мирных людей нету, гробов хоронить, понимаете. Я думаю, что мы никогда вот это вот… И эта страна, которая рассказывает о том, что она победила фашизм, который отмечает 9 мая с большим размахом, понимаете, они стали фактически вот фашистами и нацистами. Да, это, конечно, все ужасно. Но при том, я так понимаю, что в Николаеве ведь в эту территориальную оборону вступают люди разных национальностей, да, не только вот этнические украинцы, если так можно сказать, да? Да, я бы сказал, вы знаете, в этом смысле Америка, вот, например, да, кто такой американец, да? Американец – это индус, это украинец, это россиянин, это… Да, кто угодно. То есть это люди, которые… Испанноязычные, да. …происхождение, но они американцы. В Николаеве украинцы тоже. Многие из них по происхождению или по корням они как раз есть. Русские, украинцы, молдаване и так далее. Сейчас территориальной обороной становятся все, кто может держать оружие. Сегодня действительно есть большая проблема, если меня кто-то услышит. Действительно, Николаеву сегодня необходимы элементарные средства защиты. Потому что у этих ребят есть… Армия их обеспечивает обувью, одеждой и оружием, но… Легким оружием имеется в виду. Но им не хватает средств защиты, то есть бронежилетов четвертого класса и касок. То есть элементарно каждой сотне такой продукции мы будем рады и организуем доставку из Европы, потому что реально ребята на передке не защищены просто от осколков и от автоматных очередей. Вот понятно, что сейчас не время проводить какой-то анализ, но кто-то, глядя на ситуацию, я так понимаю, что и внутри Украины, говорит о том, что, может быть, руководству страны надо было как-то лучше подготовиться, не жить в иллюзиях, что не будет никакой агрессии. Или это чисто финансово? Украина не могла себе позволить закупить столько вооружений, средств защиты и так далее? Понимаете, экономика Украины, она же была направлена также и на восстановление инфраструктуры. Все долгие времена, когда Янукович и компания были в стране, они строили себе замки, покупали заграничные недвижимости, но при этом элементарно дорог в Украине не было. И Николаев – портовый город. В Николаеве переваливает одну четверть всех грузов экспортных в Украине. И действительно, все эти фуры, то есть большегрузные автомобили, которые проезжали в порт, они фактически уничтожали нам, в том числе и городскую инфраструктуру. Впервые со времен распада Советского Союза начали строить железобетонные дороги, которые направлены в порт, в обход города. То есть за последние три года началась вот такая тотальная, тотальный ремонт Украины. И понятное дело, что средства, которые у нас использованы были и на ремонт, и параллельно еще на, ну фактически на вооружение армии, нужно было над этим найти баланс. Ну а с точки зрения, ну скажем, полноценного вторжения, Россия это сделала вот 24 февраля. Но мы-то воюем последние восемь лет, поэтому армия так или иначе, она перевооружалась, оснащалась, и на то количество военных, которые находились в вооруженных силах Украины, в принципе, они-то оборудованы нормально. Но сравните территорию Украины и населения, и сравните территорию России и ее населения. Понятное дело, наверное, с шапками могут закидать. Но большой плюс в том, что они не мотивированы, понимаете? То есть они ощущают себя реально оккупантами, они понимают это. А вы фактически на своей земле защищаетесь? Это имеет большое значение, да? Это огромное имеет значение. Нас здесь, как говорится, каждое дерево защищает, а они просто боятся всего лишь каждую птицу, которая вспархивает с дерева. Да. Вот как работает сейчас городская власть? Вы фактически перешли на такой, ну, не знаю, военный режим, да? Да. Сегодня городская власть старается обеспечить... После бомбардировок у нас очень большие перебои. Там с электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением. Сегодня мы фактически... Коммунальная техника, коммунальные работники обеспечивают обновление всего того, что там разрушено. То есть на вчерашний день у меня все котельные были в работе. Вся... там по воде были некоторые проблемы с некоторыми улицами. Электроэнергия, ну, там... Хотим сегодня закончить возобновление. Сегодня впервые, там, за последние, там, 10 дней электротранспорт вышел полноценно на... Мы восстановили линии поврежденные и вышел на маршруты. И фактически для жителей города это бесплатно. Ну, то есть фактически получается, что все-таки, ну, не все мобилизуются на фронт, если так можно сказать. Те, кто должны обеспечивать эту вот систему жизнеобеспечения, котельные, электрики, они ведь должны продолжать работать. Там вряд ли женщины работают, да? Так и есть. В минимальном количестве людей, которые могут обеспечивать инфраструктуру, мы на них взяли бронь. И фактически, и кроме того, они там возобновили системы, но при этом каждый день они работают, там, роют укрепрайоны. То есть тоже воюют в какой-то степени, да? Ну, фактически исполняют, как это называется, обязанности инженерных войск. То есть наши коммунальщики задействованы максимально от и до. Что касается вот женщин с детьми, я так понимаю, вот эту дорогу на Одессу, многие ей воспользовались. То есть есть возможность все-таки как-то вывести людей? Да, я думаю, что на сегодняшний день из Николаева выехала где-то, может быть, одна треть жителей, которые смогли это сделать либо самостоятельно, либо личным транспортом, либо с транспортом, который забирал их с собой. Сейчас, в данный момент, мы организовываем вывоз людей автобусами, которые проводили городские маршруты. Они вывозят людей в Одессу, на жидовокзалы, оттуда они могут уезжать. То есть у нас сегодня эвакуация добровольная. То есть, как вы услышали о том, что город, в принципе, функционирует, продукты питания подвозятся со стороны Одессы. Все, кто решил остаться и не уезжать, они все могут здесь остаться. И, в принципе, мы обеспечиваем всем необходимым. Да, сейчас, конечно, об этом Зара рано говорит, но все мы надеемся на мир, вы особенно. Вы уже как-то оцениваете, есть возможность потом, не знаю, восстановить, запустить портовую инфраструктуру, потому что мы понимаем, что порт – это такой градообразующий, если так можно сказать, градообразующий бизнес. Я думаю, что можно починить все. Случаи, когда перестанут нас бомбить, когда можно будет это действительно восстанавливать и заняться мирной жизнью, я думаю, украинский народ способен на многое, а уж на это так тем более. Поэтому мы действительно хотим мира, но мира на условиях, которые можно описать просто так. Оставьте нас в покое на нашей территории. Мы не отходим ни квадратного метра россиянам, потому что, опять же, их задача сегодня здесь создать очередную серую зону, как они сделали в Абхазии, как они сделали в Приднестровье. Мы этого не позволим, мы хотим жить мирно на своей земле. То есть эти разговоры о Донецке, Луганске, там вообще не было оснований, да, потому что нам же пытаются говорить о том, что 8 лет там был геноцид русского народа, и больше это невозможно было терпеть. Не помню. Авраам Линкольн сказал, да, вы можете обманывать какое-то время всех людей, вы можете обманывать все время каких-то людей, но вы не можете обманывать все время всех. И сегодняшний конфликт, он подтверждает то, что происходило 8 лет в Донецке и в Луганске и в этих областях, это просто маска или, скажем так, простыня, под которой делалась обычная подготовка к вот этим боевым действиям. Не было никогда ни в Донецке, ни в Луганске геноцида русскоязычного населения. Еще раз вам говорю, как человек, который использует в своей повседневной жизни русскую речь, ведь, как вы видите, да, то есть я не использую украиноязычные слова в нашем с вами разговоре. Поэтому здесь этого никогда не было, а пропаганда, которая промывала мозги россиянам, она еще раз, сегодня которая работает, она еще раз подтверждает, что все, что происходило 8 лет, это просто подготовка к этим действиям, которые сегодня мы видим в стране, то есть к войне. Мы видим, что, конечно, может быть, этот вопрос больше к руководству самой Украины, но мы видим, что сейчас происходят попытки каким-то образом добиться каких-то компромиссов, самое главное, прекратить войну. Но я понимаю, что есть какие-то вопросы, на которые никогда Украина сейчас не пойдет, то есть признание, не знаю, Крыма, Донецка, Луганска каких-то независимых образований, то есть эти компромиссы вряд ли сейчас возможны. Смотрите, мы смирились с тем, что вот был такой статус-кво, выработанный в последних 8 лет, но сейчас, после того, как начали убивать наших жителей, уже, я думаю, ни один украинец не думает о том, что мирно этот конфликт можно разрешить. То есть выступать терпящей стороной мы тоже не собираемся. Всех русских, которые сюда придут убивать наших людей, мы тоже будем убивать. И как бы это ни звучало страшно, но мы защищаем своих людей, своих жен, матерей, родителей и прочее. То есть мы защищаем свою землю. И сегодня мы готовы стоять до последнего патрона, чтобы защитить наши земли. Да. Вот, может быть, еще такой вопрос. Можно ли сказать, как вы считаете, что фактически сейчас Россия ведет, ну, Путин, что некуда отступать, и, видимо, могут быть использованы еще какие-то, не знаю, бомбардировщики. Ему уже тяжело представить, что еще можно использовать против Украины. Ну, это не нужно даже думать о том, может ли это произойти. Это происходит сейчас, да. То есть вчера, по-моему, там скинули какие-то там 500-килограммовые бомбы воронки. Знаете, стоит человек, держит поднятую руку, и мы видим о том, что эта воронка в три раза глубже, чем вот он с поднятой рукой. То есть, еще раз говорю, это вот бомбардировки, которые производились во времена Второй мировой войны, они просто вот один в один. Мое мнение такое, что артиллеристов и летчиков, которые бомбят города в случае подбития самолетов, не нужно задерживать. Их местные жители готовы расстреливать. Я считаю, что им нужно позволять это делать, потому что по-другому это невозможно остановить. Эти люди, которых ловят, они сдаются в пляже, они начинают рассказывать о том, что мы не знали, куда мы едем, мы ехали на учения и так далее. Николаев находится в 500 километрах по дорогам от Крыма. То есть, эти люди ехали сюда 500 километров по территории Украины для того, чтобы стрелять по мирным жителям. И они не знали этого. Это все чепуха. Это подготовленная бумажечка, которой им дают ознакомиться, что делать, если тебя взяли в плен. А, то есть, даже такая есть подготовка, да? Конечно, конечно. Они все говорят одно и то же. То есть, им дают прочитать, они ее запоминают и едут сюда, когда их ловят там, или они раненые, они сразу начинают читать эту мантру. Про то, что они не знали, они ехали на учения. Да весь мир сегодня знает, что россияне воюют в Украине и убивают здесь мирных жителей. 500 километров ехать по территории и не знать, куда ты едешь, ну как-то в это сложно поверить, да? Это невозможно поверить, вы правы. Да. Значит ли это, что, насколько можно понять, что срочников все-таки тоже отправляют, да? Ну, смотрите, еще раз. Пропаганда, российская пропаганда, мы это тоже видим, говорили, что срочников не отправляют. Но при этом взятые в плен срочники утверждают обратное. И то, что Россия там говорит, что они там куда-то заблудились, да, там, или кто-то, каких-то тыловых работников украинцы зашли и взяли в плен, но это тоже бред. Украинцев на территории России на сегодняшний день нету. Поэтому вот эту чепуху про то, что срочников зашли в тыл и забрали в плен, это тоже чепуха. То есть это пропаганда, рассчитанная на людей, у которых мозг грецкий орех, и которые не способны различить просто правду от лжи, элементарно. Важный момент. Это отношение россиян к своим солдатам. Их бросают, раненых, убитых. То есть у нас возле Николаева там лежало порядка 23 человек на подсне, как говорится, и которых нам пришлось заниматься их захоронением, понимаете. То есть они их не забирают. Более того, насколько нам известно, в Херсоне, с Херсоном развернут мобильные крематории, и еще один, по-моему, есть в Херсонской области, они просто кремируют своих людей, не отправляя даже их к своим матерям, для того, чтобы они могли похоронить их по-человечески и попрощаться с ними. То есть это вот такое отношение к своим солдатам, как к мясу, понимаете, как к продуктам, которые можно, если они испортились, выкинуть. Да. Это, конечно, кажется, вообще не укладывается в голове, но вот так, в такой ситуации мы оказались в 21 веке. И можно ли сказать, что вот силы военных украинских и реальной обороны, они могут еще, ну, не знаю, недели-две, ну, в общем, могут держаться сколько надо, да? Я думаю, что больше, намного больше. Сейчас вступают в резервисты, то есть люди, которые имеют военный опыт, люди старшего возраста, все, кто может держать оружие в руках. То есть даже те, которые уже 60 плюс, тоже готовы, да? Да, да. Люди, которые готовы носить на себе защиту и брать в руки автоматы, они готовы к любого рода развитием событий, в том числе и городским воинам. То есть в этом плане можно сказать, что, в принципе, ну, не только житие Николаева, украинский народ достаточно сплочен, да, без всякой агитации? Без всякой агитации никого не нужно агитировать. Конечно, есть, как бы, какое-то количество людей, мужчин, которые испугались бомбардировки и рванули за границу. Не без этого. Но в основном многие отвозят своих жен и детей куда-то подальше от бомбардировок и возвращаются защищать свой город. То есть можно сказать, что вы, в принципе, уверены в победе, да? Вы знаете, я уверен в победе, потому что за нами правда. Я уверен в этом, потому что мировое сообщество сегодня должно наложить максимальное количество санкций и загнать Россию под плинтус с точки зрения экономики. Но даже это, на самом деле, не разбудит российский народ. То есть вот он настолько глубоко в таком глубоком зомбированном состоянии, что, мне кажется, россияне просто не способны понять, что каждого из них обманывают каждый день и используют просто как вещи, как, еще раз говорю, как материал для строительства Великой Российской империи имени Путина. То есть, знаете, как можно войти в историю, можно вляпаться. Мне кажется, Путин вляпался уже настолько, что просто ему не отмыться уже. Да. Ну, мы знаем, что определенные протесты происходят. Можно всегда дискутировать, насколько они большие, но там, как мы знаем, недолго ты можешь на улице попротестовать. В 2014 году в Украине все началось с того, что Беркут побил студентов, которые вышли на мирный митинг. И тогда началась революция в Украине. И эта революция закончилась победой демократии и свержением власти Януковича, пророссийского, который писал под дудочку Путина. В России сегодня я не вижу, что возможно такое, что люди начнут восставать против полиции и как делать, как это происходит в Европе, знаете, то есть бороться за свои права, за свою свободу. Они будут дальше ходить с опущенной головой, с намыленной шеей и делать то, что им говорит из телевизора Путин, фактически ненавидеть всех и вся, американцев, европейцев, украинцев, потому что, видите ли, они делают то, из-за чего Россия не может развиваться. То есть фактически коррупция в России благодаря вот этим всем странам. Да, ну то есть понятно, что после войны, я думаю, что еще так, я дипломатически выражаю, осадочек останется. Вряд ли Украина будет сейчас даже после войны поддерживать какие-то серьезные отношения с соседом. Ну, я не вижу сегодня, что может сделать Россия для того, чтобы отмыть ту кровь, которую сегодня они пролили в Украине. Я считаю, что Россия должна выплатить все репарации за весь этот ремонт нашей страны, который будет сделан, ну то есть за те все разрушения, которые будут после войны. Ну и 100% они должны выплатить огромные репарации за тех людей, которых не вернуть, их родственникам и так далее, для того, чтобы хоть как-то вернуть их к нормальной жизни. И тут вопрос идет не о том, что тут должен быть какой-то там план маршала, придуманный западными, западной цивилизацией в Украине. А в первую очередь, россияне должны платить за свое молчание, за свою ненависть к украинцам. Вот. Поэтому они же нас ненавидят не за то, что мы там кого-то из россиян убивали или что-то здесь происходило такое. Они нас ненавидят, потому что у них промыты мозги. Потому что мы начали жить по-другому и хотели жить лучше, чем они. Вот. Поэтому... А они все время думают, что они ходят по бездорожью, по грязи и едят червей, потому что это украинцы виноваты, что Россия такая. Ответ простой. Почему Россия боссая? Потому что Москва злотоглавая. Да. Последний вопрос. Просто интересно ваше мнение изнутри. Вот. Ходили же дискуссии, в том числе в западной прессе, что вот почему Зеленский не уехал. Могло быть правительство в изгнании. Предлагали, не знаю, переехать во Львов, не знаю, в Варшаву, даже в Америку. Он остался. Но, судя по всему, это было правильное решение, на ваш взгляд? На мой взгляд, как, знаете, меня спрашивают, когда вы уедете из Николаева. А я говорю о том, что я уеду отсюда последний. Потому что капитан уходит с корабля последним всегда. Я считаю, что президент проявил лучшие свои моральные качества и сегодня находится в Киеве и фактически является символом сопротивления для многих украинцев, которые кто-то его не выбирал, кто-то в нем разуверился. Но сегодня президент должен быть там, где он сейчас есть, для того, чтобы воодушевлять других людей, которые сидят в окопе, мокрые, холодные и в снегу. И защищают страну. И он должен этим заниматься. Вот то, что он сегодня делает, это правильно и по-другому он поступил. Спасибо большое, что нашли время. Держитесь. Спасибо. Спасибо.